Третий год подряд в детском саду «Ромашка» проводится шашечный турнир. А началось всё с лёгкой руки Тамары Львовны Баркаловой, инструктора по физической культуре. В этом году у нас родители мобилизовались к этой игре, заинтересовались. Дома были куплены шашки, и когда мы объявили отборочный тур, родители приняли просто активное участие здесь. Соперников первого отборочного тура определила жеребьёвка. Так случилось, что за одной доской оказались два закадычных друга – Дима и Арсений. Победа в поединке досталась Диме, который впоследствии вошёл в тройку лидеров в своей группе. Я играл, я не поддавался. Арсений уверен, настоящей мужской дружбе сегодняшний его проигрыш не помешает. Потому что мы с ним начали дружить, даже когда были в яснях. Уровень мастерства с каждым годом растёт. Это подтверждает постоянный главный судья соревнований Сергей Кухто. Если в первом турнире было человека четыре, которые в конкурентно способной, в такой интересной борьбе могли играть, то сейчас далеко за десять, я думаю, участников. Есть даже знакомые победители прошлых турниров прошлого года. Один из них – Саша Щурков. Победитель прошлогоднего турнира «Золотая шашка». Мама рассказывает, шашками заболела вся семья. В прошлом году мы начали дома тренироваться с братом, со мной. То есть дали ему начальный старт, как говорится. Ну, как бы ребёнок согласительный и стали играть. Сейчас обыгрывают уже в данный момент и брата, и маму. Путь к победе тернист. Это доказывает подготовка всех ребят-участников турнира. Каждый может гордиться своими домашними победами. Я играл в шашки с папой. Я обыграл два раза папу. И вот. Ещё я играл с моим другом Семёном. И его я тоже один раз обыграл. Накал страсти ожидал наблюдателей турнира в финале. В группе пятилеток все игры закончились со счётом 1-0. Пришлось сыграть по второму кругу. Но ребята, кажется, нисколечко не устали. Тем более борьба шла не только за звание чемпиона сада, но и за награды и подарки, которые предоставил давний друг Ромашки, депутат Роман Харланов. Почин, который был в 39-м садике начат, возьмут на вооружение и преподаватели других детских садов. Потому что шашки, они развивают действительно мозговую деятельность. Детишек развивает их активность. Ну, вообще, как любой вид спорта, развивает нужные навыки любому человеку. А победы этого турнира дадут стимул к совершенствованию своих познаний в этом древнем. И столь интересном виде спорта. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.